Копичанка Анастасия Холодилина привезла золотую медаль с международного турнира под дзюдо имени Дзегоры Кана. Во Владивостоке Анастасия в составе юношеской сборной страны боролась за победу со спортсменкой из Японии. На командных соревнованиях, которые для России обернулись оглушительным успехом, присутствовали главы государств. Владимир Путин лично участвовал в церемонии награждения спортсменов. Особое внимание президент России уделил именно дзюдоистке из Копейска, поцеловал Анастасию в щеку и сказал несколько слов. Когда на меня вешал медаль президент Монголии, он чемпион мира по самбо, я вижу нашего президента и думаю, что не верится, может двойник или что-то такое. Но когда я подошла, он мне пожал руку, сказал пару слов, поцеловал и понимал, что все, мы выиграли, это наша была победа. А какие слова? Слова это останется пока в секрете. Ну, сказал молодец, хорошо боролась и еще несколько слов. Такая похвала невероятна цена, ведь российский президент еще и мастер спорта под дзюдо. Несмотря на то, что Анастасия Холодилина боролась с японкой на полную, схватка завершилась для россиянки проигрышем. Весь бой Анастасия вела, но в дополнительное время, когда у Копичанки уже не оставалось сил, она упустила соперницу в правой стойке. Спортсменка признается, что сама не поняла, как это произошло. Она была техничная очень, на захватах хорошо работала. Она очень хорошо стояла в стойке, ее было тяжело сломить. И во время встречи я сделала ей под сад назад, но оценку так и не дали, сказали, что не было. Я пыталась снова сделать, но не получалось. До победы Анастасии немного не хватило. Но несмотря на это, копейская дзюдоистка в этом тяжелом и технично сильном поединке достойно защитила честь страны. Командное золото турнира Анастасия получила заслуженно. Так считают и тренеры, которые поддерживали спортсменку на протяжении всего турнира, а также и друзья Насти. Я вот смотрела ее бой, я могу сказать, что это не какой-то слабый уровень, как то, что вот с виду для обычного зрителя. Мне казалось, что это какой-то поединок, прям, знаете, насмерть. Мне казалось, что это очень сильно было. Ей чуть-чуть не хватило. Родные и друзья Анастасии с нетерпением ждали ее возвращения из Владивостока. В школе одноклассники и учителя встретили чемпионку с поздравлениями. Победы во всем, везде и всегда. Желаем провалов не знать никогда. Поздравляем! 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 Конечно, мы очень скучали по Насте, потому что без нее в классе всегда очень скучно и на уроках не с кем поболтать. Настя человек очень душевный. Настя, наверное, это самый веселый человек в классе и если она присутствует, то все всегда смеются и это очень позитивный человек. Никогда не грустит и всегда поддержит в любой ситуации. Доброжелательности, позитивный настрой не мешают Анастасии оставаться сильной спортсменкой с железным характером. В этом сезоне дзюдоистка завоевала золото первенства России, серебро Кубка Европы и победила на его финале. Также и последний триумф на международном турнире. Все это благодаря стойкости и силе духа. Но своими достижениями Анастасия не хвастает. Учителя не перестают удивляться, насколько скромно и выдержанно девушка относится к своим мировым успехам. Наш класс – это такая большая школьная семья, где каждый переживает и радуется. И когда Настя уезжала, она мне вообще сказала, меня не будет неделю. Ты куда, Настя, едешь? Еду на соревнования. Ну, естественно, приезжай с победой. Хорошо, очень скромная девочка, оптимистичная, веселая. И ее победа – это для нас очень большая радость. Весь сезон Анастасия много тренировалась и выходила на схватки. Спортсменка выросла в технике и получила колоссальный опыт на поединках. Сейчас Анастасию Холодилину ждет новый соревновательный сезон. Первенство России в Ингушетии и снова отбор в сборную. Во время соревнований чемпионка не забывает и об учебе. Дюдаистка готовилась к ЕГЭ, даже когда была на сборах.